Добрый день, уважаемые телезрители живого телевидения! Сегодня у нас очередная передача «Анекдоты». В нашем сегодняшнем случае это анекдоты от Виктора Марковича Линзона, музыканта, коллекционера и писателя. Здравствуйте, Юрий, добрый день, а у кого вечер, тому добрый вечер, а у кого утро, доброе утро, ну и так далее. Здравствуйте. Да, еще раз, здравствуйте, и у нас еще не вечер, а у нас как бы время ланчем, да? Не вижу. Но ланча нет, ланч будет. Так вот, передо мной диск, который вы мне сегодня показали и сказали, что здесь заключены ваши рассказы. Да. И уже рассказали несколько очень интересных историй, которые, к сожалению, наши сегодняшние зрители, вероятно, и не услышат. Очень жаль, я не прошу. Да. Нет, ну вы можете рассказать, а почему жаль? Если вам это покажется возможным, пожалуйста, конечно, можете, потому что это само по себе интересно даже в контексте анекдотов. Если это никак не обидит ваши рассказы. Ну, там историй было много. Дело в том, что есть две вечные темы, это женщины и, возможно, евреи. И поэтому я, когда прочитал свои рассказики сам, после того, как их написал, значит, я обнаружил, что там упоминается и то, и другое. Казалось бы. В одном и том же контексте. В том же контексте даже, казалось бы, такой рассказ как по направлению к Сванете, не по направлению к Свану, а по направлению к Сванете. Евреи опять-таки упоминается. Вот, в контексте. Потом евреи упоминается в связи с Петром Ильичем Чайковским. Я работал в музее Петра Ильича Чайковского, но там евреи упоминаются в связи со мной. Потому что, поскольку я там работал, я говорю о себе. Так что, косвенно, о евреях, в общем-то, речь идет постоянно. А уж тем более, если рассказы о любви, то тут уж говорить не приходится. Да, это какая-то конспирология. Конспирология совершенно. На заднем плане. Иммунология, конспирология, семантические идеи. Ну, я что-то в школе проходил, я не помню. Ну, рассказы я пишу тоже, это одно из моих хобби, точно так же, как рассказы и собирание анекдотов. Вообще, хобби много, я еще марки собираю. Кстати, через марки я пришел к еврейским анекдотам. Ну, в этой истории очень интересно, как это вам удалось. Отдельная история совершенно, понимаете. Дело в том, что есть одна опера, которую очень любят евреи. Это не Хованщина Мусоргского, это не Травиата Верди, это даже не Януфа Яначика, это Евгений Онегин. Да. Евгений Онегин. Во всяком случае, вот в 1979 году, в год столетия первой постановки Евгения Онегина студентами Московской консерватории, я купил две марки, они шли вместе. Одна марка израильская, посвященная этому событию, одна марка советская, тогда еще посвященная этому событию. Я вспомнил, что у евреев есть анекдоты о музыке. Но есть ли анекдоты у евреев об опере? Да, есть. И опять же об этой опере Евгений Онегин. Ну, интересно. И причем не один анекдот, а несколько вариантов, точнее ин-вариантов одного и того же анекдота. Ну, например, ну, очевидно, многие из тех, кто нас сейчас смотрит, знают этот анекдот, но я его напомню для тех, кто его не знает. Евгений Онегин, опера. Люди сидят, слушают оперу, внимают пению певцов. Кстати, в первом исполнении, в одном из первых исполнений партию Ленского и Ольги исполняли брат и сестра Фигнер. Ну, это, может быть, о чем-то говорит, может быть, нет, но можно сесть с этим анекдотом о Евгении Онегине. Это имеется в виду Вера Фигнер, которая 20 лет отсидела в Сильбургской крепости вместе с Николаем Морозовым. Нет, это другая, я прошу прощения. Сейчас вошли в Сильбургской крепости, я бы не хотел, потому что все, как говорят, вот с умы, да. Да, да, да. Да, так что лучше обойти эту тему. Это уже не еврейский. Это уже не еврейский анекдот, то есть это анекдот, но не еврейский. Да, значит, Евгений Онегин, повторяю, идет опера. Нетерпеливый человек, который пришел, вы знаете, евреи всегда интересуются. Вот ваша жена еврейка, а вот ваш дядя еврей, особенно провинциальный, а ваш собеседник еврей. Я вас не спрашиваю, вдруг вы ответите. Да. Да, и значит, вот он толкает человека, который сидит перед ним. Он сидит в четвертом ряду, а человек в третьем. Скажите, Онегин еврей? Нет, отстаньте, не мешайте слушать. Скажите, а Татьяна еврейка? Отстань, я тебе сказал последний раз. А Ольга? Сейчас дам в лоб. Скажите, а няня еврейка? Еврейка, еврейка. А вот, няня. Вот этот есть такой вариант. А есть совершенно другой. Точно так же он спрашивает, значит, еврей Леонегин, Татьяна, Ольга, скажите, а ленский еврей? Еврей. Такие его убьют. Значит, вот, мало того, что марки есть. Еще говорят, что еврейский народ самый оптимистичный народ в мире. Да, но никто не может понимать и рассказать, кроме евреев, такую историю, как, например, мой, сейчас скажи, почему у тебя гробы? Говорит, по 15 рублей. Ты знаешь, у Абраши по 20, там хоть можно повернуться. Сколько оптимизму, не правда? Ну, что можно еще рассказать по этому поводу? По поводу... Про гробы или про юги Леонегин? Нет, про гробы сколько угодно. Что вы говорите? Да, сколько угодно. Вот скажите, что Робинович умер, гет умер, кто-то я смотрю, его хоронят. Про это можно рассказать, про гробы, про плиты, например. Надгробные. Надгробные, да. Вот как встречаются две еврейки, одна другая говорит, ты знаешь, мой муж стал таким жлобом, а что? Он мне подарил старую надгробную доску и хочет, чтобы я поменял фамилию. Да, ну, знаете, это свойственно вообще-то не только евреям, но вот замечательный писатель английский Стерн, который был священником и неевреем, хотя это не доказано. Ну, еще был Исаак Стерн, он был не священником, но скрипачем. Да, это точно не доказано. Вот он в своем романе «Жизнь и мнение 300 рамм и Шенди», «Джентльмены», безумно смешном, наполненном огромным количеством анекдотов, в частности, упоминает там, когда в одном из эпизодов он говорит, клянусь, герой, естественно, клянусь надгробным камнем Лукьяна, если у него, конечно, был надгробный камень, или если его не было, то его прахом. Я ценю вашу политкорректность, ну, дело в том, что, скажем, в американском фильме, мы его смотрим, там три главных героя, особенно речь идет, если речь идет о полиции, может быть, белый полицейский, черный полицейский и женщина. Да. У нас принято говорить, что если еврей, то хороший человек. Да. Ну, это, я понимаю, подвесен. Я ценю. Ну, нужно упомянуть и других. Да, можно упомянуть и других. Ну, что можно сказать о еврейских анекдотах? Если кто-нибудь смотрел бы прошлую передачу на эту тему с моей скромной персоной, то мы пытались начать. Или начать. Или начать, я не знаю. Михаил Сергеевич говорил, начать. Но ему ближе, он жил там же, в Ставрополе, в Южных Степях. Это не поэтому. Нет. Он хотел, чтобы все люди, понимающие русский язык, как бы они его не понимали, обязательно бы начали и начали. Возможно, дай бог, ему здоровья. Все-таки этот человек дал нам возможность посмотреть мир в конечном счете. Конечно, да. Я его тоже бесконечно уважаю. Да. Я столкнулся, когда издавал книгу с репликами одного, другого, третьего редактора относительно того, что много старых анекдотов. Я сначала не понял. Вот знаете, дело в том, что анекдот, ведь это атрибут фольклора. Фольклор редко бывает новым. Вот я работал в одном вузе, я сейчас в нем работаю. И там, в советское время, был такой подпредмет, который назывался новый советский обряд. Да. Это смешно. Это же помню. Может и обряд быть новым. Может ли быть, так сказать, фольклорное произведение нового. Смотрите сами. Если от еврейских анекдотов перейти к русской песне «Павочка ходя пиречка роня», калятка такая, значит, она возникла где-то так ориентировочно на рубеже 14-15 века. За это время успела возникнуть, развиться и закончится вообще вся классическая музыка. Перейти в мир и новый. А эта «Павочка ходя пиречка роня» как была, так и есть. Ну, можно сказать, что это высокодостойное художественное произведение, поэтому она встала в веках, возможно, переживет лунную сонату Бетховена, а на самом деле речь идет о ментальности этноса. Ментальность этноса очень медленно и неохотно поддается изменениям. Вот, если вы обратите внимание, то этнос можно идентифицировать применительно к любому столетию. Ментальность этноса очень мало меняется. И поэтому многие анекдоты сохраняются на протяжении длительного времени. И они именно потому и сохраняются, что они отвечают, резонируют, явление резонанса с ментальностью этноса, который еще остался и имеет отношение, скажем, к этим произведениям фольклорного искусства. Я так это назвал. Так что вот старых анекдотов у меня в книжке много. Она называется «Еврейские анекдоты от Линзона», если кто не помнит и, не дай бог, не читал. «Еврейские анекдоты от Линзона». Там около 500 вот таких небольших миниатюр есть. На разные темы. На разные темы. Вот одна из тем, скажем, это «Случай жизни». Да. Ведь наша сегодняшняя передача обозначена ремаркой или рубрикой, как правильно сказать. Можно по-любому, всем понятно. Случай жизни. Есть философские анекдоты, есть философские притчи, но есть случаи жизни. Можно рассказать несколько случаев жизни. Очень интересно. Ну, вот, например, я не знаю, это анекдоты или действительно случай. Трудно сказать, это случай жизни или анекдот. А что такое анекдот? Это чуть-чуть приукрашенный случай жизни. А иногда и не приукрашенный, между прочим. Да, конечно. Вот стоит, например, еврей с собачкой, собачка играет на скрипке. Это случай жизни, правильно? Ну, что собачка на скрипке играет? Вот есть ковбойские анекдоты, где вот они сидят там, пьют виски с содовой, а по потолку, по стенам ходит лошадь. Это же тоже случай жизни. Значит, если там может ходить лошадь, почему еврей не может стоять собачкой, которая играет на скрипке? Так вот, подходит человек и говорит, что вы здесь делаете? Вам давно надо было бы ехать на запад. Она бы там, как музыкант, зарабатывала большие деньги. Он говорит, ничего не выйдет. Она так хотела стать врачом. А вы говорите, это не случай жизни. Или, например, совершенно жизненный случай, когда тяжело заболел старый человек и чувствует, что ему мало осталось. Он лежит в отдельной комнате, зовет внучку и говорит, внучка, я с кухни слышу запах фаршированной рыбы. Вы знаете, в прошлый раз вы мне задали задачу. Я не дошказал. Я слышу запах фаршированной рыбы. Принеси и попроси маму, чтобы она дала тебе фаршированную рыбу. Это мое последнее желание. Приходит полчаса, час, он опять зовет внучку. Ну что, мама дала тебе рыбу? Нет, мама сказала, рыба на похороны. Да, Ты тоже жизненный. Никогда не слышал, хотя, вероятно, это очень старый анекдот. Вероятно, да. Но, во всяком случае, фаршированную рыбу евреи делают давно. Там, кстати, знаете, так сказать, у евреек и спросили, как надо делать фаршированную щуку. Это во времена перестройки. Она говорит, во-первых, берется хек. Я вас перебил. Это я вас перебил. Это я вас перебил. Так вот, в прошлый раз вы мне задачу задали. Вы сказали, что вообще нет таких тем, которые бы не были так или иначе затронуты еврейскими анекдотами. Которые могут быть затронуты еврейским анекдотами. Я обратил внимание, есть большое, очень я тогда возразил и нашел даже одну, но это было не характерно. И сейчас у нас зашла речь о традиции. Вот традиционным, конечно, является императорская царская власть. Но я что-то не вижу. Вот я недавно открыл сборник исторических анекдотов, русских исторических анекдотов. И там все про Екатерину и Елизавету, про Петра I, про Петра III, про Александра I. Ну, в общем, про всех. И все, что происходило, и даже это случай жизни, взятый из исторических хроник. А вот еврейских анекдот что-то я не встретил? Ни про царей, ни про императоров, ни одного анекдота. Ну, во-первых, ни про чужих. У евреев есть много анекдотов про КВД, КГБ, КВД. Ну, а что касается царской фамилии, то... Ну, какой-нибудь хотя бы. Да. То я здесь, может быть, даже не буду рассказывать анекдоты, я расскажу два случая, которые мне рассказывала бабушка. Она еще водила меня в музыкальную школу, ей было 86 лет, а мне 5. Да. Вот она меня водила по дороге, она мне рассказывала разные истории. Значит, одна история была такая, значит, что у нее было много детей, один из них тяжело заболел. Евреи жили за чертой оседлости, это было до Великой Октябрьской социалистической революции. Но на один день можно было приехать в Москву. Вот, значит, и они с ее сыном приехали в Москву и обратились к врачу по поводу заболевания, которое сопутствовало ее сыну. Была огромная очередь, и бабушка сказала, что вот нет времени у них, им надо возвращаться назад, в черту оседлости, в местечко. Нет времени, а врач сказал, а у меня есть. И не принял их. Вот такой анекдот про царскую власть, кстати, это было во времена Николая Второго. Ну, еще она рассказывала такую историю, которая была, значит, что приехал в местечко, а это было реально, моя бабушка была из местечко Чашники. Там, кстати, была любопытная история, я могу ее потом рассказать. Она была из Этпо-Двитевском, местечко Чашники. Приехал, значит, там один человек, который решил получить учить образование и был даже в Москве и видел царя, и он приехал громогласно три дня орал, что я видел царя, что я разговаривал с царем. Мало того, что видел, я разговаривал с царем. Говорит, и что же он тебе сказал? Говорит, пошел вон. Анекдот это или нет? Это же я слышал. Анекдот, только не указывающий, какой именно царь, этого явно не хватает. Какой царь? Потому что сейчас время от времени разные руководители царей становятся то деспотами, то святыми, поэтому я не рискну упоминать ни одного из царей. Потому что у евреев особые отношения с царями были, во сколько? Ну что же, что же здесь рассказывать анекдоты, если ты живешь в местечке, никуда оттуда выехать не можешь, если ты не крестишься. Это, так сказать, это уже не анекдот. Ну или же, да, вот так это, как такую особую особую неприязнь ко власти. Но я-то подумал, что это просто потому, что у евреев долгое время не было государственности, они еще про своего царя рассказать не могли? Нет, они рассказывали историю про царя Давида, которые записаны, да. Да, но это, это не анекдота, это предмет поклонения. А потом, дело в том, что ведь эта штука уголовная, ведь наказуемая была, так что, так сказать, как-то... Ну, если ты плохо упоминать своего царя Давида, нет, не царя Давида, а Николая II, например. Поэтому, так сказать, некоторые, значит, из представителей этого этноса интегрировалась в общий поток движения, которое привело к смещению этого государя. Ну, это не моя тема, сегодняшняя, это мы можем с вами за кадром на эту тему поговорить, а так в камеру, в камеру, нет. Я думаю, что если бы цари были помягче с евреями, например, убрали бы чертово-седлость, это я им даю совет. На будущее. Да, они могли бы избежать 1907-1917 года. Вы так считаете? Я долго думаю, да, потому что доведя до полной крайности, безысходности там большое количество людей, рассчитывать на их симпатии, конечно, не приходилось. Ну да, наверное. Чисто по-человечески можно понять. А что это я еще говорил? Нет, вы собирались рассказать про царя Давида какую-то историю, но потом передумали, и мы вернулись снова к старым, к тому, что они стары. Дело в том, что скромный профессор Лензон и царь Давид это несопоставимые личности, ни мне о нем рассказывать, тем более, что это человек, который победил Голиафа, потом он был одним из первых бардов, он же псалмы свои пел, аккомпанируя себе на Кеноре, Кенор это вид древней арфы, ну, арф уже слово греческое. Ну, и он один, и Соломон тоже. Давид вообще прославился вот своими бардовскими наклонностями. в общем, он был такой полифункциональный человек, как царь он прославился, один из создателей государства, и как музыкант, и как силач, и с другой стороны, конечно, мифология усиливает, так сказать, оптический, это оптическая мифология, это оптическое стекло, которое усиливает некоторые позитивные, а может быть, и негативные черты исторически знаменитых людей. Ну, я первый раз слышу такое определение мифологии, оно увлекает. Да, ну, мифология, опять же, что такое анекдот? Это что же мифология? Она создает некий образ народа, иногда нарочито подстроенный под тех, кто хочет видеть народ именно таким, каким он предстоит анекдотах. Это что же мифология? Да, забавно. Очень может быть. Да. Так что вот... Тогда бы, наверное, за это платили очень большие деньги. Вероятно. Насчет денег мы с вами поговорим отдельно. андроферам. а вообще случаев много разных смешных. Дело в том, что... Что такое анекдот вообще? Анекдот это некая поэтическая, литературная, поэтическая широкая смысле, миниатюра, которая обладает ярко выраженной драматургией. Да. Что у драматургии предполагает... Чем будем удивлять? Вот это самое удивительное, оно возникает в конце. В конце анекдота. Соль, так называемая. Соль. Соль, сахар, это вообще вредные вещи, но не в больших, так сказать, количествах. Например, можно немножко похамить? Ну, что сделать? В известных пределах. Уважаемые дамы, я прошу прощения. Вот вы себе представляете, Акаки Акакич, который сидит и пишет что-то. Вот в фильме Норштейна, незаконченном его замечательном мультипликаторе. Вот он сидит, пишет, пишет, старый еврей, закутанный в халат, в рваных тапочках, весь почти без формы, кашляет страшно, простите, сморкается. Ужас. Вот он сидит, пишет, у него болит голова, у него стоит стакан холодного чая, он весь простужен. Вдруг стук в дверь, вваливается здоровенный мужик и говорит, послушай, это, говорит, не к твоей жене, там предстают между вторым и третьим этажом. Он говорит, послушайте, не смешите меня, у меня не треснула губа. Да, да. Да. Вообще неисчерпаемая тема взаимоотношений мужчин и женщин. Скажем, сегодня погода у нас в Москве не очень хорошая, поэтому приходится себя и вас веселить. Кому весело, конечно. Кому не весело, может выключить. Есть много разных анекдотов, в том числе и про арабы. Вот для красного словца не пожалеете от сайта, вообще про еврейский анекдот. Что может быть, вообще авторитетнее, чем Рэбе. То есть, раввин в местечке, в маленьком городке. Самый грамотный человек. Самый грамотный человек. К тому же, самый просвещенный. Самый просвещенный совершенно. Вот он, к нему приходили за разными советами. Это, мне кажется, чисто восточная обычая. Это у многих восточных народов. Вот я, бабушка моя, который упомянул сегодня, она была чем-то вроде Рэбе в том бараке, в котором мы жили, в двухэтажном деревянном с колонкой на улице. В 13-ти лет я там жил, да. К ней выстраивалась очередь соседей, прося у него совета. Потому что она прошла огонь, воду и медные трубы, даже более того. Ну вот, Крэба приходили за разными советами. Ну, в частности, вот молодые как-то пришли, и они как-то решили жить вместе. но до свадьбы они решили спросить Рэбе, как им быть. Он говорит, можно, все, только нельзя две вещи, секс и танцы. Ну, говорит, танцы мы еще как-то можем, так сказать, люди молодые, все. Он говорит, ну, ладно, там, немножко что-то, ну, а, скажите, вот так, ну, немножко можно, так тоже немножко, так тоже немножко, можно, только не касайтесь ее руками, потому что так можно дойти до танцев. Да, дело в том, что, дело в том, что к Рэбе приходили с разными вопросами, с самыми разными, потому что единственный человек, которым мог ответить на все. И вот этот образ Рэбе, он с такой мягкой теплотой, упоминается, кстати, во многих анекдотах, там, заболел старый Рэбе, и, значит, выстроилась большая очередь, с тем, чтобы попрощаться с ним, но хотели узнать, и главное, там вот, в колонну по одному, кто был в армии, вот люди выстроились, ученики его, и, сказать, спроси, что такое жизнь, что такое жизнь, и, значит, пошло по этой очереди, дошло до старшего ученика, он склонился на Рэбе, говорит, Рэбе, говорит, что такое жизнь? Рэбе подумал и сказал, жизнь, как бочка, говорит, жизнь как бочка, жизнь как бочка, жизнь как бочка, и там дошло, значит, а на улице стоял маленький такой шлепер, ему еще 13 лет не было, в кепке такой, говорит, а почему как бочка? Говорит, а почему как бочка? А почему как бочка? А почему как бочка? Дошло до старшего ученика, Рэбе, а почему как бочка? Тот подумал и сказал, так не как бочка. вот это здравый смысл здравый анекдотов когда дело касается рыбы мне кажется он весьма поучительный его нужно не просто запоминать и рассказывать друг другу но даже изучать конечно для развития здравого смысла вообще здравый смысл это то что движет жизнью вот повседневной бытовой и то что принято говорить мне не очень это нравится сочетание простого народа да вот простого народа им движет здравый смысл например ну евреи любят по философствовать как мы говорили прошлый раз это видность и сегодняшней нашей беседы тоже да это уже касается рыба между прочим как некий человек пришел к рыбой он услышал слова и не знает что это такое в г-3 по что такое альтернатива я вчера слышал ну уже век просвещения там местечки стала проходить образование что такое альтернатива ну понимаешь вот у тебя есть курица курица дает яйца яйца дают курицу курица дать яйца яйца дают курицу курица яйца из яиц ты можешь сварить их крут вкрутую можешь сделать яичницу можешь на худой конец выпить сырые яйца но в один прекрасный момент ударит гром и все пропало и куры твои яйца тоже рыбы но такая что же альтернативы утки есть еще более смешной я уже рассказывал когда мы встречались с вашим предшественникам я вам я сейчас по низу разве что у меня были предшественники я сейчас точно так же как будто ученики да я сейчас вам расскажу это анекдот просто снова поскольку это анекдот про альтернативу это же еврейский евреи посадили в тюрьму приговоренного к смертной казни он сидит и смеется ему к нему обращается другой приговоренный говорит ты что смеешься что тут смешного тебя приговорили к смерти и тебя вот-вот уже и расстреляет он говорит ну во первых неизвестно расстреляют меня завтра или послезавтра есть альтернатива и у меня есть два выхода какие же ну вот предположим что меня расстрелять завтра у меня опять есть два выхода какие-то два выхода на но именно я либо попаду в рай либо в ад но предположим худшие я попаду в ад и у меня опять есть два выхода либо меня черти сразу сидят либо будут долго поджаривать но предположим самые худшие они меня сразу сидят вот тогда у меня остается только один выход как-то сразу две темы одна тема потому что евреи что греха таить часто сидели в кадр да они были талантливыми людьми в адресе во всех отношениях там миша япончик он же бени крик многократно описаны в рассказах знаменитого писателя сака бабе ну потом были политические как мы знаем да а я не знаю среди политические были не евреи вообще чернушевский друг николай гаврилович и морозов тоже николай да возможно ну там еще ну в общем двоих посадили они сидят в одной камере один другом и слушая хай что до одному дали надо сказать 15 лет а другому 10 вот это которому дали 10 его зовут хай хай ложись ближе к двери и почему тебе раньше выходить да вообще нас как и у евреев были сложные как и у всех людей были сложные отношения с карательными органами стук дверь там 37 год я не знаю какой 37 год стук дверь кто там это нквд сколько надо поговорить а сколько вас двое вот стойки разговариваете но это смелое такое предположение а что касается райана здесь тоже масса искать интересных вещей например как сказать вот попал человек один как говорят еврейской национальности значит а может и не еврейской я не знаю в рай вот и у экскурсию ангел прежде всего показывает вот когда кого в гости приходит вы програли вот здесь у меня на стене то то здесь это и также пора и говорят есть небольшая экскурсия там есть штатный экскурсовод вот он показывает вот если нас райский куш и вот здесь у нас молочные реки кисель не берега вот здесь у нас растут оливы шикарные яблоки со змеями и без а вот здесь а что такое а здесь как евреи живут почему тихо они думают что они здесь одни так что есть разные разные варианты есть на этот счет а что евреи так привержены этой идеи роя дело в том что есть у евреев раздвоение есть книга и это святой над этим я шутить не буду совсем но разве что пару анекдотов расскажу по поводу это значит есть бытовая жизнь а бытовая же бытовой жизни есть то в то во что человек верит что он не верит ну что является его окружающей средой звуковой вербальный может как слов вербальный вот вербальной среду сус рай и от это же еще и вербальная среда по этому поводу можно поговорить нура это где хорошо от это где плохо значит она где то есть можно и себя туда по экстраполировать поместить и почему же нет что касается никого евреи не жалеть не рыбы даже не самому маши рабе ну то есть мы сей да вот интересно как же него не пожалели нет но в раман и она жалели нет но вот дело в том что это вообще святой человек один из свете евро на право другой а значит это в раман еще на начались евреи шестнадцатом веке значит дон и если так можно сказать до нашей эры хотя вот это эта эра она не начинается евреев с этого места в повреждение то есть я не понял что вы сказали про эру почему она начинается туность откуда новая эра она как бы и лет исчисление связано с христом у евреев истории не надо возьмись хоть он был конечно он наш человек даже он севра начинается она не соврама начну не соврама бог избрал евро в шестнадцатом веке дон и из него начал народ который пришел из уровень месопотамии там вы знаете что вы есть такой английский исследователь грамматолог дойл доль профессор до который написал книгу за вечное временем эта книга вся исследованиях источники источников библии вот оказывается все упоминаемые в книге известные города которые были они все сейчас отрыты они все существовали мало того существовали все эти цари которые там упоминаются час точно известно ну замечательно потому чтобы не получилось так как в том анекдоте не еврейском как мальчик написал неприличное слово а учитель не сказал что нет такого слова он говорит как сказал ты то есть а слова не так же не может быть так что вот что так не получилось даже вот евреи есть а как бы они не возникали ниоткуда вот я возвращаю к миссии это такой анекдот я его слышал в израиле потому что дело в том что существует местный географический колорит анекдотом что в израиле свои еврейские анекдоты в америке свои там в россии свои они существуют везде где есть люди которые таскать несут в себе черты этой ментальности ну вот выводил моисей как известно евреев через пустыню 40 лет почему 40 значит вообще он хотел остановиться через десять лет через десять лет но евреи ему сказали знаешь здесь дурно пахнет если низко не название сказать другое слово дурно пахнет что-то здесь идем дальше нашли еще десять лет он год ну давайте уже встанем здесь дурно пахнет здесь тоже через 30 лет они мы сказали тоже дурно пахнет через 40 лет ему надоело и он остановился с тех пор у арабов есть нефть в израиле нет есть так и такая история на она конечно более больше смешная для израильтян посетить вы мне напомнились позвольте я дружно скажу за не такого же типа когда падишах тяжело заболел и по всей во всем его царстве со стали собирать лекарей которые могли бы вылечить падишаха и никто его не вылечивал в конце концов он стал сильно сердит на лекаре и всякого лекаря который вы не вылечил он убрался за это дело он казнил и скоро лекаря не осталось и тогда крикнули клич и никто не отзывался долго и пришел один еврей и говорит падишаху что он его вылечит и падишах сказал ну ладно ты может быть меня и вылечишь но имея ввиду что если не вылечишь то секир башка и все никаких разговоров он будет хорошо взялся лечить падишаха и падишаха говорит ну давай начинай лечить он говорит прикажи чтобы меня здесь вот прямо при тебе высекли у падишаха очень сильно болела голова в этом было его заболевание тут же пришел принц привели палача который снял с еврея штаны и высек его падишаха почему-то прошла головная боль с тех пор так и повелось как у падишаха болит голова так евреи секут интересные истории я бы сказал сефардским таким сефардским ну да сефардским наклонение я употребляю для психотерапии да ну что ж очевидно это продуктивно кстати у меня тоже проходит голова после вашей истории я надеюсь что вы не тайный падишаха нет но я должен сказать вы будете смеяться как братьеврии но сарочка тоже умерла я не про это вы будете смеяться но я знаю это мой близкий товарищ ученик который недавно лечил падишаха ну что говорить к слову один из руководителей так сказать близлежащей страны так сказать как бы восточный я не буду называть него не товарищи в том числе но недавно лечил падишаха этот падишах был очень доволен надо его спросить как он его таскать как лечил как лечил и что из этого вышло да я хотел рассказать историю кощунственную кощунственное время от времени знаете у меня эта книжка она продается в магазине одной из одного из центров московских еврейских и время от времени приходит кто-нибудь из очень ортодоксальных людей говорит что книжку мою то оттуда изъяли вообще прямо такая такое общественное внимание изъяли это свидетельствует о большом успехе этой книги насколько я понимаю что до этого было много причем обычно говорят это ортодоксальные люди у которых по 17 18 детей у некоторых 20 они почему-то синдром вообще известен ведь некоторые знаменитые русские писатели вначале очень сильно погрешив потом стали в общем философами морали я даже читал как же не помню кто автор крейцерову санатум да мы не будем показывать пальцем на 2 николаевич ну он тоже был бородатым похож на ранее я хотел рассказать историю значит опять же выводил мы все евреев а тут за ними погнались эти ребята которых они ушли вода подошли они красному морю и значит что делать тут подбегает один человек телевизионного такого вида медийного комедия медийного совершенно вы с вами сейчас медийный до чемоданчиком с микрофончиком знаешь что больше что давай мы сделаем так мы сейчас этот красный море быстренько сушим ты перейдешь с евреями красное море а потом его его зальем назад мы тушу я буду с этого иметь он горит денег не обещаю и ручку ветхом завете гарантирую есть такие истории но здесь я уже на грани фола нахожусь могут и не одобрить да могут не одобрить но поскольку я уже получил все дипломы мнение от кого ничего не надо поэтому я не боюсь рассказывать некоторые на разных народ на разные темы не но анекдоты рассказывать это вообще опасное дело это за мест заметно было и по баснописам которые близки к не к дочкам они как мочам вот например знаменитый баснописец ли фонтен он как только напиши который крылов иван андреевич нет это еще до крылова и крылов делал то же самое кстати я слышал что крылов находился в близких литературных отношениях с лафонтенами да 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 совершенно верно но и делали они то же самое вот как о каком-нибудь сановнике влиятельным что-нибудь такое сатиру сочинит или же басню которую ну например это волга в басне а сановник не избегает и подумать что это именно о нем они о ком другом и даже не один или медведь там и сразу же понимает кто это он сам понимает хотя может быть крылов и не имел эту еду или фонтен тоже совершенно но сочинив такую сатиру данные баснописец как тот так и другой сразу куда-нибудь убегали скрывались там как видимо в неделю пока все уляжутся вот видите евреи никогда не упоминали но максимально кого упоминали евреи в анекдотах это троцкого иосифа виссарионовича там бухарина ярославского и других они в анекдотах не упоминали не упоминали некий обобщенный образ чтобы сидят два еврея которые решили мигрировать в аэропорту объявление но это анекдот где-то 73 года очередь объявление вылетает делегация мвд вылетает политбюро вылетает значит делегация кэджи беда ха если они все вылетают может быть нам остаться здесь не называется не чебриков не семичастные никто это абсолютно это политкорректность тоже между прочим такая обобщенный не тебе говорю вообще говорю да да но это не мешает упомянутым упомянутым лицам все-таки признавать себя в упомянутом контексте видимо да как говорит анекдоты безымянные бас написи с именем да ну так тоже не всегда бывает вот с именем и есть проблемы вообще три еврея решили эмигрировать во францию почему франция хороший париж на анган дэборит алина хорошая вообще страна все решили уехать во францию в париж и думают значит сидят и думают как кто будет называться во франции но ты гирш говорит будешь называться и да ты либо будешь называться луи а я во франции не поеду сказал хай да да так что вот дорога неотъемлемая часть еврейской жизни точно так же как неотъемлемая часть это жизнь семейные те недоразумения которые случаются с супругами к сожалению у евреев бывает и точно так же как и других не не все супруги верны от первого дня до последнего и вот история одна польской опять же я не знаю польского языка можно и по-русски раздаканешь раз богу я думаю что многие наши зрители не знают я даже наизусть не знаю камасутру поэтому я не буду упоминать о чем конкретно шла речь я бы апеллирую к зрителям и слушателям которые читали или видели там были в около храма каджураха танцы но повторяю речь не в индии было то есть речь не об индии а польше происходило дело в почте однажды некий человек зашел в исповеданию ну варшаве варшаве очень много костелок кто был знает очень много он зашел в исповеданию и пастор вынужден был его слушать какие-то всех остальных ну рассказывайте он рассказывает знаете год живое на первом этаже пошел я помолиться возвращаясь домой а у меня привычка перед тем как я постучу в дом заглянуть в окошко и вот я вижу что булочек булочник из соседней булочной и моя жена и дальше он начинает рассказывать вот эту книжку который упомянул выше я не буду сейчас говорить это фульгарно рассказывает пять минут 10-12 изобретательно рассказывает ксенц или пастор как правильно сказать поляки будут ругаться на ксенце он заерзал потому что ну тем уже в трепещище ксен же тоже человек все что же было дальше дальше я пошел выпил чашечку кофе возвращаясь заглянул к себе в окошко а там булочник с моей женой и он продолжает за 20 минут опять рассказывать сюжеты которые ему довелось увидеть тут все с невыдержим выскакивает и видит собой в костюме такого с перицами хасида небольшого в шляпе в сюртуке все поражен а зачем вы мне это рассказываете а я всем это рассказываю я вам должен сказать что часто можно встретить людей которые рассказывают все всем это можно он тоже как все люди расскажу тоже про все создаваться с одной была очень похожая история в моей жизни это не анекдот выходили восповедали нет не восповедали ко мне пришел мой знакомый режиссер не буду называть его имени сейчас в суе и сказал что пора сдаваться его что случилось он не говорит можно я расскажу ну конечно он сел с очень понорым видом опустив голову и монотонно совершенно не изменяя тоннами на каких фрагментах своего рассказа он был приблизительно следующее я познакомился сначала стане она мне родила видео мы с ней прожили три месяца потом я познакомился с галей она мне родила олю и гришу я с ней расстался через четыре месяца и познакомился с валей она мне родила и так продолжается полтора часа вот монотонно не он своим рассказывает уже смешно так я ему говорю прерывая его когда уже я устал это слушать я бы говорю послушай может быть тебе не нужна психотерапия может быть просто поставить такой спектакль петр петрович по его имени отчество но но конечно условно и все будут с интересом на это смотреть и тут он еще сильнее помрачнел он же режиссер вот так вот руку приложил голове и в молчании еще десять минут просидел и сказал актрис в городе не хватит вообще как-то риса может возникать такая локальная тяга конечно например некоторые русские писатели выражались красивым образом поедем к актрисам до или доехали к актрисам но поэтому я понимаю то режиссеры сам работал театре вас все обошлось не будем конкретизировать вот вы изобразили позу этого уважаемого режиссера по всей видимости он уважаемый хотя бы потому что он в общем так сказать совершил столько подвигов которая за которой сейчас добавляют так сходных сходных с тринадцатым подвигом геракла да ну когда вы имитировали его позову я вспомнил анекдот скажите вы еврей нет нет я просто устал да 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 вот вот кстати он к великой нации не принадлежал ну кто его знает ну дело в том что жить я же не случайно звал его петр петрович да ну дело в том что вы знаете мне рассказал мой двоярный брат у которого много теории по поводу любого исторического события концепции и так дальше что вот если взять некий прайд животных и попытаться значит приучить к лучшей жизни их чем-то которую не сейчас дать им больше пищи дать им другую территорию априори лучше чем было и так дальше то большая часть прайда или стада или там я не знаю стаи она уходит действительно к лучшему но есть один-два процента упорных которые ни при каких обстоятельствах ни при каких они не соблазняется на то хорошее что им предлагает они маниакально консервативны благодаря этим маниакально консервативным людям сохраняется этнос и сохраняется культура может быть они могут быть по имиджу не так как сказать аттрактивный как те которые уходят к лучшему но тем не менее их функция достаточно уважаемо это я про еврейские анекдоты в том числе между но они не хотят уходить от могил предков ну два чувства дивно близки нам да 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 если сегеевич пушкин день и форме поэзии так сказать пепелищем до катечки ну по-разному бывает по-разному бывает сколько евреи так намекать что пушкин тоже вот как и еврейские анекдоты сочиненные время тоже делу размышлял глубоко на эту тему ну тему пушкина евреи мы затрагивать не будем потому что если покопать любого классика там такое можно найти по поводу евреев что мало не покажет засти ко мне в 12 часов или даже в час ночи однажды постучались люди я открыл дверь и они мне сказали что они из калмыкии и приехали ко мне поскольку я давно уже занимаюсь сан сергеевичем пушкина немедленно сообщить я их еще потом до утрачаем по и о том что пушкин происходил от ганнибала калмыцкого мальчика может быть я должен сказать что очевидно калмыки может быть и в моем моем роду и не зря пушкин сказал и друг степи дом и себе и калмык может он евреев имел ввиду вот прошлый раз вам рила может быть и нет я не знаю как мы с братом двоюродным приехали ленинград гости а потом позвонили домой сказали что у нас было два еврея это один и два брата один еврей другой китаец почему потому что у брата раскосы немножко глаза и я над этим смеялся там вот вышеупомянутый мной один из двоих братьев леонид борисович он рассказал что в свое время после окончания службы в царской армии в городе витебске откуда моя женская часть там оседали калмыкии так что я не исключаю ну да может быть я тут недавно значит как все люди проснувшиеся вдруг стал изучать свою генеалогию родословную и выяснил любопытную вещь как я уже говорил мои предки по материнской линии из местечка чашники фамилия моя не такая как у мамы мамы шенина фамилии вообще их всех они лишения чмой фамилия линзон я стал искать линзонов обнаружил одну линзона в 1812 году штате лауизиан он был тогда французский этот линзон был почетным кабеля капитаном наполеоновской армии и где вы думаете он прославился и за что получил орден бородину о нет в битве у местечка чашник так что исключено что некий конфликт был заложен вот значит вы не просто сын земли но сын вот этой конкретно да ну я породился в городе москва так что сами там и останкинский я никуда не уезжал и вообще так сказать было я жил нескольких местах но на площади в сто квадратных метров никуда не не уезжала то и черемухи которые значит проникала в окно деревянного дома на и сейчас там стоит и дом до сих пор дом нет дом не цел это был деревянный барак тогда баба была большая честь с ним жить было элитное элитное жилище ну вот там где живу это находится в 30 метрах от того места где жил раньше поэтому мы евреи останкинский вот интересно вы затронули такую сентиментальную тему что вы чувствуете когда приходите на то место где был дом вот с немного связано там сейчас этого не и черемуха может и не та уж черемуха конечно не то место этого нет но я глубоко убежден что память этого места аура я не знаю это все не точные слова не память не аура но вообще некая информация в любом месте она сохраняется в нем она сохраняется и поэтому меня иногда я не могу сказать об этом думаю каждый день но меня греет что я живу рядом с тем местом где прошло мое детство непосредственно близость более того я стал собирать фотографии вот этого старого останки на это очень интересно кстати очень было евреев было много куда неделю иных уж нет и мы сегодня пушкина цитирую все далече до иных уж не дать и далече ну вот я решила взять этот самый самый известный пожалуй еврейский анекдот умирает старый еврей скажите асара где здесь а мощи где есть а ханги здесь они ума где здесь а кто же остался в лавке вот я остался в лавке надо ну не так не так уж и плохо то есть любой старый еврей услышав это может утешиться вы все-таки есть новые новые варки знаете значит местечко вот который рисовал шагал да мы знаем все это поэзии местечко все эти полуломанные домишки все эти улочки старые ну что я говорю по костю по картинам шагала там сути на мы знаем что такое местечко сейчас тоже ведь есть местечки сейчас есть местечки шикарно оборудованные с интернетом но местечко это значит городок с логистикой виситом местечко не означает деревню или силу это городом вообще перевод со слов штатал то маленький городок городок конечно но когда мы говорим местечко мы имеем ввиду некое компактное проживание этноса в черте оседлости вот если не предвзято посмотреть на некоторые архитектурно-социальные субстанции которые существуют в москве то мы увидим что в москве много местечек внутри москвы внутри москвы не только городков городов не они нет я не это имею ввиду а как бы так как от такого искусственного сосредоточения евреи скажем что вы говорите мне такое даже в голову не приходило не уже хотя когда ездишь в москве то вот если выныривать из-под земли в москве то практически каждая станция это разный город нет я имею ввиду несколько иное но я но иногда город бывает вот если возле патриарших прудов где были булгакские места вынырнуть например то там редко услышишь русскую речь поскольку там слоняется очень много иностранцев в современности там недалеко есть синагога я знаю возле которой бывает несколько евреев там в месяц наверное ну мало в этом случае редко встречу а вы говорите что сейчас можно где-то встретить евреев москве вот я большого колеса нет но вы большого вы придете варить марище вы придете там на еврею ну правильно но это опять же культурный центр вот так вот вы говорите места поселения дело в том что если бы евреи знали словосочетание культурных центра может быть они поселили чашлики они назвали бы культурным центром я все делаю все магики что когда что и как называть но не обязательно было строить там синагогу они мочу соседей соседней местечкой вот я когда выяснял значит есть книга равената загсов не было значит где родилась моя мама там и другие мои родственники запись книги раввина если есть раввин значит есть синагога синагога в общем она могла быть и не презентабельные с виду это молельный дом где люди имеют возможности молиться она была в каждом местечке потому что евреи народ книги эта книга никогда ни при каких условиях не уходил из еврейского народа а раз есть книга то есть и место где она должна почитаться где люди должны соблюдать традиции с помощью этой книги да вот синагога это вообще не вы сказали книги равената где записи гражданское акты гражданского состояния загс я знаю человек родился это записано книги то я работал в архивах какое-то время еще в советские времена и я там обнаружил что наиболее точные записи касающиеся происхождения людей русских людей они находятся воспитательных ведомостях о потому что каждый человек должен был обязательно предки хотя бы раз в год прийти к исповеди даже с грудными детьми только что родившимися и все это записывалось очень аккуратно и каждый год смотришь вот значит на сегодня вот вот теперь этого человека нету номер начну смыть соответствующий раздел вот евреи свято чтут свои традиции те которые чтут естественно есть те которые не знают что они евреи до сих пор но есть евреи которые вот и на по этому поводу идти и по этому поводу есть тоже анекдот очевидно наше время подходит концу я его расскажу вот тем не менее прежде чем вы расскажите где-то слышал что все люди евреи не все об этом знают не все в этом вот хасид не умню мы полюбил русскую девушку такое часто бывает сплошь и рядом сплошь и рядом и это правильно потому что мужчина прежде всего нравится красивая девушка уже потом нам он думать что у нее какая запись какой книги да вот он полюбил русскую девушку она ему сказала не ума но какой у тебя вид но посмотрю тебе пейсы и у тебя шляпа у тебя сюрту у тебя какие-то гетры там черный как ты выглядишь есть вот поди один цивильный костюм и тогда мы с тобой так сказать вот поженимся он пошел в бороду одел другой совершенно карту светский пиджачок такой все ботиночки и кроссовочки и когда он возвращался из магазина уже переодетые его сбила машина и он умер предстал перед всевышним и я же соблюдал все обычаи субботу соблюдал ни кошерный не ел молился справлял все еврейские праздники что ты меня так покарал перед самой свадьбой не ума так это ты как я так я ж не узнал вот этим анекдотом мы сегодня закончим наш эфир сегодня уважаемые телезрители сегодня была встреча новая встреча с виктором марковичем линзоном в программе анекдоты сегодня сегодня нам виктор маркович рассказывал еврейские анекдоты спасибо вам большое спасибо юрий надеюсь что мы еще будем встречаться нашим я тоже надеюсь на это спасибо вам что не выключили до свидания я